Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится Сергей Емельянов. Здравия, Сергей! Здравствуйте! Александр Соколов. Здравия, Александр! Здравствуйте, друзья! И я, Алексей Орлов. Мы сегодня будем рассматривать тему «Потребность в народных средствах массовой информации». Вот почему такая тема возникла. Я думаю, что давайте сначала Александра по традиции спросим, и потом ее будем разбирать. Итак, Александр, почему такая тема? Ну, мы вроде бы и живем в век бесконечных средств массовой информации, которые со всех сторон нас обступают и по телевизору, и в каких-то печатных органах, и особенно в интернете сегодня завались эта информация. Ну, как-то так получается, что она во многом, эта информация, ну, мягко говоря, работает деструктивно. И сегодняшнее средство массовой информации, которое в большей степени проплачивается, я бы сказал, кукловодами, которые заняты организацией и порабощения целых народов, геноцидов этих народов, и подчинение их своим собственным интересам на живы, а никак не развития и не процветания. И средства массовой информации, к сожалению, в большинстве своем сегодня служат именно этим целям. Исходя из этого, очень трудно обычным людям в этой массиве такой и бесконечной лжи, и манипуляции нашим сознанием, когда эти СМИ просто занимаются тем, что формируют наше восприятие. Не мы его сами получаем от своего умения видеть, что есть, а нам постоянно вносят в уши. Вот это называется так, вот это это, это это. Мы, так сказать, покорно соглашаемся и таким образом уже совершенно искренне считаем, что да, вот мир такой, вот такие правила сегодня, вот надо найти свое место в этом этом. А такие вещи, как правда, такие вещи, как совесть, такие вещи, как справедливость, ну, такие моменты, которые говорят о том, что мы дети удивительной природы, в основе которых лежат потрясающие свойства, мы можем их себе развивать, об этом мы даже и не задумываемся. И когда бал правит чаще всего ложь, то, конечно же, и результаты такого отношения людей, и, прежде всего, друг с другом, они, мягко говоря, ведут в тупик. И сама ситуация говорит о том, что крайне важно научиться производить такие средства массовой информации, которые бы были для нас правдивыми, прежде всего. Справедливыми в том смысле, что они нам показывают, что на самом деле происходит. То есть помогали бы нам осознать все те процессы, все их взаимосвязи, и находить ту стержневую основу, которую будет наш народ развивать. Мало того, почему я говорю о своих средствах массовой информации. У нас, допустим, в нашей республике 22 статья Конституции, она чётко, совершенно определённо говорит, каждый человек имеет право находить, перерабатывать, производить любую информацию, цензура запрещена и так далее. Это всего 22 статья Конституции чёрным по белому прописано. Сама жизнь говорит о том, что мы сегодня нуждаемся в правде, как никогда. И для того, чтобы многие эти процессы находились яснее, нам нужны свои средства массовой информации, прежде всего правдивые. Ну, я так думаю. Хорошо. А вот что ты имеешь в виду под словом «правдивые»? Правдивые – это те, которые прежде всего показывают, что происходит. И, ну, допустим, какой-то там журналист говорит слова. Он, вроде бы, передаёт информацию. А чем мотивирована эта информация? Что стоит? Кто именно таким образом эту информацию подаёт? То есть мы должны ещё учиться видеть и помогать людям подавать таким образом информацию, чтобы видна была и закулисная сторона. Кто там мотивирует таким образом информацию? Каковы его интересы? Насколько эти интересы идут для народа? Или, наоборот, на его геноцид, на его порабощение? То есть умение видеть и закулисную сторону, и показывать то, что есть – это, на мой взгляд, очень-очень важно. Хорошо. Благодарю. Сергей, а ты что скажешь? Средства массовой информации отражают жизнь тех, кто ими владеет. И мы видим, что на телевидении показывают бандитизм, тяжёлую жизнь богатых людей, которые бандитируют. Очень тяжёлую, да, невыносимую. Они плачут. Им тяжело, им плохо. Вот как они достигают успехов. А их не понимают, потому что, согласно капиталистическим принципам, принципы жизни одного человека, страдающего от большинства, очень важны. Например, согласно капиталистической реальности, если человек хочет, очень хочет извращаться над маленькими детьми, он страдает, то, согласно капиталистической реальности, для него создаются реальности, удовлетворяющие его, поэтому там есть зоофилия и педофилия. Это не русские ценности. Они внедрены нам для того, чтобы мы получили прививочку, чтобы мы, получив всё от капитализма сполна, уже даже мысли не держали о том, что там чьи-то джинсы и жвачка лучше, чем наши блины и всё остальное, и наши косоворотки. Поэтому кушайте, ребята, пока не надоест. Кому надоело, значит, уже начинают мечтать о чём-то лучшем. Мечтают о том, чтобы были сказки наши на телевидении, мультфильмы заметили, что их редко показывают. Потому что вот кто управляет телевидением. Есть такой принцип запроса. Когда-то люди жили в райские времена, так называемые, по разным традициям называются это. Едические времена ещё называются, миллион лет периода, когда тёмных силы близко не могут подойти к светлым душам. И просто за миллион лет людям надоело жить в состоянии благости. Это очень тяжело. Кого-то оказалось. Поэтому, как говорит Анастасия, шесть жрецов приняли решение добавить тяму нашим головам и взяли власть в свои руки и сознательно ухудшали жизнь для того, чтобы люди, чтобы Бог принял решение стать, в общем, они захотели стать посредниками между Богом и людьми. Так вот, сейчас приходят времена, когда люди понимают, что посредник-то не нужен и нужно самим творить свою реальность. И то, что с нами происходит, естественно, того, что мы потеряли царя в голове изначально. То есть, отказались от коллективного решения, отказались от что-то мыслить. Мыслить, для тех, кто не знает, это мыслить единое в понимании того, что все мы всегда единые, вся Вселенная, каждый человек, каждая клеточка природы, все это единое мыслить. Как только человек занимается главным мышлением, то все у него срастается, все получается на место ставится. Поэтому новые средства массовой информации, которые потихонечку появляются, они будут как раз об этом и говорить. В первую очередь о царе в собственной голове. Потому что признаком того, что государство свободное, на телевидении будут говорить, рассказывать о том, как управлять своей жизнью, своим царем в голове, родом, семьей, государством. Кое-что есть, конечно, но это мелкие такие детали. Кое-что показывают, как... Ну, это православный, передачах есть там о семье, есть на радио славянском о семье, здесь у Орлова очень хорошие передачи. Но это пока единичное направление. Поэтому, когда люди примут решение в душах своих, что мы хотим нечто нового, да между собой еще договорятся, озвучат это, цель этого озвучат, то произойдет обычное чудо. И все слезы омоются, и нечто новое проявится. Ну, где-то так. Хорошо, благодарю. Я же тоже могу добавить что-то. Я обращаю внимание на то, что сейчас общество делится по мировоззренческим каким-то своим взглядам. И одни думают, вот нужно средство массоинформации либеральное, то, которое бы касалось нашего всего, но при этом, чтобы оно выходило из мирового опыта. Ну, такой вот либерализм. Кто-то говорит, ну, мы же живем в современном обществе, мы же сейчас зависим от многого чего-то такого, и поэтому есть объективная реальность, под которую мы должны подстраиваться. А это означает, что современность – это капитализм, и мы должны в капитализме жить. И вот исходя из этих парадигм нарушается естество человека, нарушаются естественные процессы, и общество наше уничтожается. Почему я это затронул? Потому что либерализм от слова liberty, то есть свобода, свобода воли, свобода поведения, оно вызывает как раз вот эти неприятности, о которых Сергей сказал, да и Александр тоже неоднократно говорил. Когда я что хочу, то и ворочу. Вот у меня есть потребность кого-то там насиловать. Ну, это же моя потребность, значит, я его насилую, а если он не вякает, значит, ему тоже нравится. А не вякать он почему может? Ну, потому что денег ему заплатили, банан в рот засунули, нагрызи, и дальше там будем делать с тобой, что захотим. И то же самое с капитализмом. Тот же самый формат либерализма, только который приведен к более узкому уровню, когда под капитализмом либералы прикрывают свои какие-то хочушки и делают с народом, что хотят. Но только делают уже открыто за деньги. У нас все круче, у нас есть майбухи, у нас есть роликсы, а вы тут сидите, не квакайте. Вот я что хочу, то и сделаю. Захочу, чтобы вы свои штанишки покакали. Вы будете какать, я вам буду деньги платить, я буду смотреть потом, что вы будете с этим делать. Но такие глупости и гадости на каждом шагу. Поэтому как капитализм не может быть с человеческим лицом, так и средство массовой информации народного не может быть продажного. Поэтому на народном средстве массовой информации должно быть исключено, вообще исключено, такое понятие, как реклама. Ибо если народное славянское радио или какое-то другое средство массовой информации народное начинает рекламировать кого-то, это означает то, что народное средство массовой информации превратилось в проститутку, которая отрабатывает заплаченные деньги. То есть первый показатель того, что народное радио – это отсутствие рекламы за деньги. Да, о своих людях надо рассказывать, да, надо показывать хорошие примеры, но не за деньги. Должен поддерживать народ такое средство массовой информации. Это первое показатель. Второе. У этого радио, у этого телевидения, у этого средства массовой информации не должно быть богатенького дяди, который рассказывает свое видение, как это должно быть. Это должен быть коллектив соратников, единомышленников, которые понимают, что такое народ, что такое держава, что такое поконы нашего бытия. И исходя из этого, основываясь на совести и верном нашему древнему мировоззрению, и мировосприятие, и мировосприятие, и мировощущение, действовать с точки зрения улучшения качества жизни людей. Вот когда эти два фактора складываются вместе, когда нет спонсоров, вот этих вот, которые заказывают музыку, нет богатых дядей, которые содержат свои карманные СМИ, и нет рекламы, то тогда все становится на свои места. И плюс еще какой должен быть здесь? Еще должно быть выработано отношение общества. На сегодняшний день мы видим, что общество наше находится в зачатке младенчества. Не просто в младенческом возрасте, а в зачатке младенчества. А младенчество всегда связано с таким вот мышлением, как да – нет. Вот да – хорошо, или нет – плохо. Не бывает посередине, не бывает более широко. Вот нет той радуги, где много-много цветов, один из которых переходит в другой. А вот есть только вот это или вот это все черное-белое. И что происходит, когда такому обществу представляют какое-то средство массы информации, которое невыгодно тем, которые управляют этим обществом? У нас есть определенные ключики, которые вброшены были в наши мозги и которые прекрасно там застряли. И теперь, поворачивая эти ключи, можно общество направлять туда-сюда, вправо-лево, куда хочешь, вот вообще куда хочешь. Какие основные ключи сейчас в славяно-русском обществе? Это определенные слова. Например, жид, еврей. Дальше, пропутинец, прокремлевский. Или какой там еще у нас есть, там, сионист. Или масон. Или какой-нибудь там этот, с Белым домом, с уже связанным там, цирушник и госдепость и так далее. И люди настолько привыкли к этим словам, настолько у них клише выработались, что враги уже эти слова начинают применять по отношению к тем средствам массовой информации, которые наши родные. К примеру, достаточно под каким-то роликом, под каким-то аудио или видео подписать, да это жидовское радио, да это жидовское телевидение. Все, половина сразу же откричает, да-да-да, не разображьтесь. Другие говорят, да нет, это кремлевское радио. И сразу надутся те, которые против Кремля. Да нет, это сионистское радио. Да нет, это госдеповское радио и телевидение. И сразу же начинаются вот эти вот разборки. Люди, не вникая в суть, не понимая, что происходит, сразу же начинают поддерживать это дело, только потому, что там был вставлен ключик и повернут. Эта болевая точка была нажита. Друзья, если мы будем смотреть не на суть и не смотреть с точки зрения, что происходит, какие результаты, а только читать комментарии и основываясь на этих комментариях, делать выводы, никогда мы не сможем что-то сделать полезно для себя. И наоборот, если мы будем, да, читать комментарии, но делать выводы по тому, что происходит, то тогда у нас будет светлое будущее. Вот такое средство массовой информации нам нужно. И оно должно быть рассчитано на людей, которые уже хоть как-то, ну, может быть, проявляют здравомыслие. Вот у меня видение такое. Ну, здорово. Ну, может быть, мы как бы для наших зрителей хоть немножко, два-три примера приведем, как строится сегодня средство массовой информации, что за этим стоит. Так вот те примеры, которые ты сейчас хочешь, я так понял, востребовать с меня, я привел в описание. Если есть хозяин, который диктует свою волю, это говорит о том, что это уже не народное средство массовой информации. Оно уже не отвечает требованиям народа. Почему? Потому что содержание средства массовой информации на сегодняшний момент – это дорогое удовольствие. А раз так, тот, кто его содержит, является богатым человеком. И даже если у него помыслы светлые и хорошие, он все равно является хозяин. И когда есть хозяин, он диктует свою точку зрения. А его точка зрения может меняться от времени к времени. И в том случае, если она меняется в худшую сторону, то это средство массовой информации подходит уже под другой формат. И вот повернулось там где-то у него извилина в одну сторону, радио или телевидение пошло сюда, или газета в другую сторону, оно пойдет туда. Здесь такой формат уже не нужен. Нельзя нам допустить, потому что это не народное. Дальше. Если радио, журнал, газета, телевидение продает рекламу, это говорит о том, что вы находитесь в капиталистических отношениях с этим средством массовой информации. Как только есть реклама за деньги, знайте, что эти люди ничего личного, просто бизнес. Вот такой у них подход у этих людей. Они отрабатывают заплаченные деньги. И не важно, что у них как реклама идет, что там звучит. Главное, чтобы они получили деньги. Да, они могут это приукрашивать, могут это приводить к каким-то народным традициям. Но все равно, если им заплатили деньги, они будут вынуждены эти деньги отработать. Вот эти два основных показателя на сегодняшний момент, которые необходимо учитывать. Вот эти примеры простые. Так что смотрите на эти два фактора. Кто хозяин? Народ или какое-то частное лицо с деньгами. Если это лицо с деньгами, значит и спонсор, понятно, кто от него зависит очень много. Если есть реклама за деньги, значит, знайте, перед вами не совсем народное средство массовой информации. Вот пока и все. Понятно. Ну, я бы хотел еще вот такой пример привести. Для меня он, ну, как для человека, он крайне, ну, такой печальный, болезненный. Я имею в виду Большой Русский Мир. Ну, или как там какие-то периоды истории, называют славянцы и так далее. Вот наши три народа. Белоруссия, Украина и Россия. То, что сделано на Украине, это сформировало еще Сергея Данилова, когда он работал в этой исследовательской группе вместе с американцами, когда они начинали эти все средства массовой дезинформации внедрять в Украину и создали, по сути, управляемую беспомощность народу на сегодняшний день. Вот. И вот смотрите, как получается. На Украине кричат москали, да, сволочи, там, агрессоры, там, и так далее, и так далее. Ведь вот то, что ты уже говорил, у них же задача какая? Первого-наперого повесить ярлык, а вы уже там оправдываетесь, как хотите. Но мы же первые повесили. Это чисто гибельсовские трюки. Вот. В России на сегодняшний ток-шоу там приглашают этих псевдоукраинцев, да, которые там якобы там какие-то журналисты. И сценарно так обыгрывает эти ток-шоу, которые выставляют их в таком, ну, крайне неприятном свете. А сценарии, которые пишутся и для тех, и для тех передач, что на Украине, что в России, кукловоды одни и те же. Они таким образом стравливают народы, разобщают их. А мы как-то выбираем какую-то сторону, как ты говорил, Леша, да, и вроде бы справедливо боремся с этими ухрами, которые там Черное море выкопали, да. А это же народ. Он оболваненный. Он каким-то образом повелся, так сказать, на все эти блестяшкие игрушки. Но это народ. И ведь есть же чисто историческое исследование, что народ, который становится меньше 200 миллионов численности, он, мягко говоря, не все уже и может. То есть серьезные глобальные задачи отстоять свое право на суверенитет, он уже не в состоянии. И нас вот так вот потихоньку расщелкивает. Сначала Советский Союз, которого больше 300 миллионов было. Потом Славянский мир, который под 200 миллионов точно был. Ну и так далее. Вот это нам понимать тоже, как мне кажется, очень важно. И освещать в своих средствах массовой информации, чтобы люди понимали, кроме этих организационных механизмов, которые Филис озвучил, или хотя бы напомнить так называемые окна-авертоны, которые формируют наше восприятие, наше согласие. То есть с дикими, антиестественными, неприродными вещами, которые якобы для человека должны существовать. Вот это, мне кажется, тоже надо обозначать, просвещать и говорить. Чтобы мы понимали, что происходит за мотивацией этих толстосумов, которые формируют наше мировоззрение. Да, согласен. В Народном Славском Раде, кстати, об этом очень много передач различных. И мы этот вопрос поднимаем. То есть не разделяй и властвуй, а объединяй и здравствуй. Вот такой у нас призыв, вот такой посыл. И естественно, когда я говорю, что два фактора, если это продажность, если какой-то там олигарх или какой-нибудь богатей содержит радио или телевидение, или газету, или журнал, это говорит о том, что он свои интересы преследует. Какие бы цели у него изначально высокие и светлые не были, все равно это не народное средство массовой информации. Народное средство массовой информации, когда, во-первых, содержит народ, и оно трудится на благо народа, то есть строительство державы. Той самой державы, нигде какой-то монарх будет всех к ногтю прижимать и полицаи там давить, а там, где каждому найдется место по его предназначению не с точки зрения, что мы тебя туда запихнем, а с точки зрения проявления самых лучших его качеств. И вот тут как раз народ и должен определиться, какое средство массовой информации ему подходит. И если мы видим, что без такого средства массовой информации дальше невозможно нам жить, то тогда мы будем поддерживать. И здесь должен быть вариант не как в кино, пришел, заплатил заготовенькое и ушел, а давать вперед, чтобы это средство массовой информации могло на эти деньги существовать, могло двигаться дальше, могло снимать студии, покупать аппаратуру, нанимать специалистов высшего уровня, создавать яркие ролики по детскому направлению, по семейному, по образованию, по тому, как жить на земле, как строить общину, как строить МСУ, по всем вариантам нашей жизнедеятельности. Вперед надо делать это, а не задним числом, потому что, как известно, фильмы все и вот эти другие там компашки, они снимаются на деньги богатеев, они вкладывают деньги, чтобы с вас потом получить прибыль. Вложили 100 миллионов, получили 300 миллионов. А вот народное средство массовой информации, оно идет по-другому. Народ поддерживает, чтобы народу жилось хорошо, поэтому десятинка или хотя бы рублика или что-то еще надо обязательно кидать копилку на свое средство массовой информации, на свои какие-то необходимые институты управления, соединения, объединения, здравоохранения, производства и прочее. Мы только сами о себе сейчас можем позаботиться и мы только сами сможем объединиться, ибо нас физически-то не победили, но нас уничтожают через средства массовой информации. Вот Геббельс ты не просто так вспомнил, он же был мастер в своем деле. И вот как раз эта вся система, она хорошо выстроена и хорошо продолжается. И окна Вертона и прочее, прочее, прочее. Но Сергей слушает нас, мне хотелось бы еще Сергея услышать по этому поводу, что скажешь. Ну, как футуролог, изучающий будущее, заглядывая в него, мы видим, что в первых рядах на центральных телевидениях показывают образовательные программы, логику, психологию, а также программы местом самоуправления и так далее. Если мы видим, значит, это будет. Потому что те, кто побывал в будущем, понимают, что оно прекрасно, но его нужно еще заслужить и заработать. А есть такое понятие законы. Законы мироздания, принципы мироздания. Я говорил о принципе маятника. Если мы не ценили хорошее, мы его потеряли и вошли в такую сферу, где нас оболванивают. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. То есть люди любят попадать в интриги напряженного толка, чтобы потом из них выбираться. Ну, иначе как же? Как можно стать победителем, если не ввязаться в войну? То же самое и здесь. Что касается средств массовой информации, как мы к ним сейчас подбираемся? Во-первых, действительно, это будет, скорее всего, принятое решение будет кардинально по всем вопросам, всем вопросам кризиса, связанное с четким пробуждением народа, как это называется, эффект сотой обезьяны. Людей что-то там, видимо, торпнет. Так что они начнут массово принимать решение по всем вопросам. И сформируются события, в которых за все терпение, за все умение идти навстречу друг к другу, сотрудничать, помогать ближнему, сформируется волшебная ситуация, согласно которой темные силы начнут рассеиваться еще более бурно за счет того, что там, где люди убирают, чистоту наводят, помогают друг другу, там просто происходят обычные, чудесные события, в которых темные силы просто резко слабеют, как мы уже говорили, о чем сила, брат, в правде. Так вот, правда, когда она высвечивается, начиная с себя, своего состояния детскости, вот кто, святые так и говорят, что я самый страшный грешник, я слуга Люцифера, и вот с этого начинается период, когда человек отказывается от услуг Люцифера, переходит в святости, а сколько мы знаем людей, которые способны спокойно такие вещи про себя сказать и с чего-то начать, то есть детскость управляет. Поэтому мы видим, что нарастает количество людей в России, которые меняют отношение к себе. Как-то, когда я вел уроки валиологии, задавал вопрос учителям в институте повышения квалификации учителей, что значит любить себя, нужно ли любить себя. И прошел только год, только через год люди стали говорить, что да, оказывается, себя-то любить надо, и что это такое, и кто это я, а люди стали догадываться, что я-то частичко нечто великого и прекрасного, а не то, что называется физическое тело, идет прогресс, идет прогресс через вот эти трудности. Мы приближаемся к той точке, когда возникнет как раз та самая ситуация, когда многие события произойдут самым лучшим образом, но основываются они на том, что прямо сейчас мы проговариваем свои цели, для чего это нужно, какие нужны, с учетом мнения всех, потому что есть такой принцип, лидер это тот, чьей мечте всем хочется жить, то есть русские это лидеры, которые в душе имеют мечту, чтобы не мне, только одному было хорошо, чтобы было хорошо в роду, в семье, в общине, в мире, поэтому почему весь мир смотрит именно на Россию с этой позиции, именно в душах происходит сейчас борьба, которая должна закончиться отказом от всех видов войн, даже собственной глупостью, которая бесконечна, то есть должен поселиться мир в душе людей, и в душе человек должен нарисовать картину, в которой показан образ, принятый лично им прямо сейчас по принципу, по моему велению, по щучьему велению, по моему хотению, то есть нужно нарисовать вот этот образ, где всем хорошо, начиная с себя любимого, потому что кому не задашь вопрос, а кто ты? Люди очень быстро впадают в ступор, говорят, ну раз ты в ступор попал, теперь понимаешь, почему к тебе так относятся, потому что ты даже сам не знаешь, кто ты. Когда мы признаем себя, что мы изначально есть пришедшие для учебы на земле, боги на землю, проходящий этап детскости, в том числе, дебильности, идиотии, и всех видов дури, то мы приближаемся к правде жизни, что именно в нашем измерении именно все это на сегодняшний день самое интересное и прекрасное. И вот, по закону Майника, как только нам истинно надоест жить в дуре, приходит, начинают появляться, проявляться люди разумные, разумные мысли начинают приходить. Вот есть принцип писанки, мы прорабатываем обиды, потом физическая боль идет, сколько-то там, а когда физическая боль из души выходит, именно из души физическая боль, она там зафиксирована, то происходит через очищение души происходит просветление человека, разум возвращается. И вот, согласно этому разуму, действительно, вот это телевидение должно быть нашим, а для этого надо каждому признать в душе хотя бы в критической массе, что да, правда, почему несется по телевидению то, что нам не потребно. И этого всего со временем просто не будет всего этого негатива. Но для этого нужно будет еще и провести определенные силы, то есть участвовать в политике, кому-то придется, то есть проявятся люди, которые активны в этом, которые знают, что это такое, и тогда появится в нашем государстве проявятся люди, которые, как по волшебной нашей палочке, скажут, ребята, я за то, чтобы сделать вот так. То есть вначале есть запрос об огромном количестве душ людей, то есть все мы вместе есть коллективный, скажем так, разум. И когда мы эту волю проявим внутри, так, я хочу, я хочу, чтобы вот такой образ был, вот это и есть, то только тогда появятся первые результаты. Кое-что уже появляется, потому что люди отказываются воевать с кем бы то ни было, даже собственной дурью, и начинают просто добрым сердцем наводить порядок в семье, рисовать, искусством заниматься, не включают телевизор, когда что-то там негативное, а включают уже по программе только редко-редко, когда что-то там действительно полезное. Поэтому я согласен с Алексеем Орловым, что да, здесь есть определенные закладываются принципы нового отношения к средствам массовой информации, мы возвращаемся к исконным принципам, в которых обозначается то, что будет на телевидении то, что интересно всем, на пользу всех. Ну, все. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, давайте подводить итог сегодняшней встречи. Напоминаю, мы говорили про потребности в народных средствах массовой информации и заключение буквально пару слов от каждого доброго, вечного. Ну, друзья, я бы хотел обратиться еще раз к нашим зрителям, что действительно, когда мы прозреваем к правде, о которой все мы сегодня в краем говорили, то нам многое становится ясным и понятным. И в этой ясности легче всего найти свое место. Почему? Потому что в нашем народе генетически вот это заложено состояние совести, справедливости, правды, добротолюбия, трудолюбия и так далее. Вот это все наше. И именно наши средства массовой информации, они как раз это все и будут. И потребность в этом сегодня просто огромная, чтобы народу объединиться, длиться в истории, развиваться и быть достойным своего имени и своих предков. Я так считаю. хорошо, Сергей? Я считаю, что наш народ меняется в отношении вот как раз этого выросления и средства массовой информации как носитель правды, как носитель истинного выбора пойдут в нашу жизнь вместе с той правдой, которую принимают наши люди, возвращаясь к тем истотным глубинным своим жизненным принципам в душе своей, в духе своем. Изначально кто я и для чего родился. И тогда у нас все срастется. Спасибо. Благодарю. В заключение от себя еще два слова скажу. Мне как-то упрекнули в том, что я не занимаюсь политикой. Я объяснил, почему я не занимаюсь политикой, что в этом имеется в виду. Но люди, видимо, не услышали. Еще раз заключение скажу. Я не занимаюсь политикой, потому что политика это иностранное слово. Есть несколько вариантов расшифровки. Поле много тик течений или полис управление полисом полис тик. Так вот, наша задача не заниматься политикой, где много течений, а наша задача устройством державы заниматься, мироустройством, миростроительством. Поэтому я не употребляю слово политика, исходя из того, что оно, во-первых, замылено, и политиканы очень многие это те, которые по своей сути в большинстве своем проститутки, они вынуждены прогибаться под те условия бытия, которые им навязали, они в это вошли добровольно. А я занимаюсь мироустройством, державостроительством. Это намного шире, нежели чем политика, управление каким-то городом, полисом или много течений. А это приведение к единомышлению, к единогласию через лад, любовь и взгляды, которые свойственны нам. Вот просто задумайтесь, вам нужна политика или все-таки мы строим державу, мироустройство. Вот на этой позитивной нотке я с вами расстаюсь, желаю всем добра. В очередной раз напомню, что сегодня в виртуальной студии Народного Славянского Радио присутствовал Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов, и мы говорили про потребность в народных средствах массовой информации. На синий с вами прощаюсь, всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. До скорого, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok